Кому, как и не вам, вопрос про Минские соглашения. Госпожа Меркель накануне с откровениями выступила, из которых следует, что, собственно говоря, Минские соглашения она рассматривала все-таки как возможность дать Киеву нарастить силовой и военный ресурс. Курсин должен вам сказать, я, Владимир Владимирович, свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно, это мерзко. Меркель, я тоже этого не ожидал, и президент России об этом сказал, он не ожидал такого выпада от Ангела Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что, ну, наконец, сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали. И сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, ну, считай, этот Оланд, которого она за руку водила на моих глазах, они якобы провели тайную операцию, обманули там всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире, дали паузу, возможность, армию украинскую подготовить к этой войне. Если бы это было так, это слишком просто. Знаете, вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Но если это так, это не так, но если так, чего тогда выть и стянать, что идет война. Вы к ней готовились. А мы точно знаем, в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты, как они должны были после 20-го года мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области, с НАТО войсками захватят у нас власть, начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Туда должна была начаться война в 1921-м, может, в 1922-м году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко Меркель, лживых заявлений, что Россия начала войну. О них Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость, что украинская армия, смотрите, воюет, сопротивляется, одна из сильнейших армий мира, потому, что мы обманули тогда в Минске, всех и мир весь обманули, и Россию, и так далее. Мелко и мерзко, не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно. Тогда можно было... Уже вот к этому времени, если пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была целостной, никакой бы войны не было. Это было серьезно, поскольку я, извините, болтался между Путиным и Порошенко, передавая друг другу информацию, пожелания, требования и так далее. Я как-то говорил, что Путин передал последний раз Порошенко, что поможем то, что разрушено, восстановить. А разрушения были минимальные, но они на это не пошли. Они готовились к войне. Но тогда так никто не думал, как сегодня говорит Меркель и Порошенко. Понимаете, вот о чем я сказал? Путанно сказал. Поэтому, если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, второе Порошенко, это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе. Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли. Слушай, ну ты там, ты же ездила с Оландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо. Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю, мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского Союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблась. Она оказалась мелкой, такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы. Можно последний вопрос? Вот раньше на таких саммитах и в Российском Союзе вы часто спорили о ценах на российских газ и вообще об энергетическом рынке. Вот, учитывая то, что сейчас происходит на мировых энергетических рынках кризис глобальный, как вы оцениваете взаимодействие с Россией в этой газовой сфере? Вы знаете, мы не то, что спорили. Мы же этот вопрос в втором или третьем повестке рассматривали. И Армения свою позицию высказала, и Кыргызстан, и Казахстан. И мы обсуждали эту тему точно в таком ключе, как было ранее. Но вы заметили, что мы с президентом России договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам, обсудить вопросы безопасности, но главное – экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям. И решение, которое приняли мы сейчас, мы не можем, мы в 2025 году должны выйти на эти единые энергетические рынки, в том числе по газу, в 2025 году. Ну и договорились, что мы будем спокойно идти на большее неспособное. И не только Россия, как оказывается, не только Россия не готова вот к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате. Поскольку с 2025 года рынок будет работать, давайте не будем друг друга тут терзать, а на двусторонней основе урегулируем этот вопрос. На русском составе мы об этом договорились. Поэтому никакой смысл. Но на фоне вот этих безумных европейских цен, нынешние цены на российские газ вас устраивают? Вы знаете, вопрос нет ни в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией, как раз это и причина того, причина этому и бешенства в мире, и войны, и пандемии, и прочее. Вопрос в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъекта у хозяйства были равные возможности. Для российских, для вас, допустим, часто провожу пример. Ваше тепличное хозяйство и наше тепличное хозяйство. Там отдельный вес тепла, очень огромное электричество, тепло. Если вы получаете по 60 или 80 долларов тепличное хозяйство газа, а мы на границе получаем там 120 долларов, к примеру, газ, ну какие здесь равные условия? Я не смогу товар свой продать у вас на рынке, а если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее, прочее, чтобы конкурировать с ценой. Поэтому главное не газ, а равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну мы договоримся. Спасибо большое. Я хотел спросить, вот вы с Владимиром Путином когда обсуждаете ход специальной военной операции, он не делился с вами своими планами на предстоящую, краткосрочную перспективу ходить? Вы знаете, мы в таком контексте не рассматривали подробно этот вопрос. Мы всегда говорили о договоре, о прекращении войны, договоре о том, чтобы война эта прекратилась. Об этом мы в целом говорили всегда. Помните, мои высказывания его, что Зеленскому просто не дают это сделать. Поэтому в этом контексте мы разговаривали, но мы никогда не обсуждали конкретные территории. Херсон, Луганск, Донецк и так далее, кто кого должен освободить. И сегодня, допустим, требовать со стороны президента Украины уходите с этих территорий, это значит, переговоров не будет. Это предварительные условия, которые неприемлемы для России. На данном этапе, мне кажется, вообще Россия может не принять эти условия. Уходите с Запорожья, Херсона и так далее. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации. По многим причинам. Если хотите мира, надо сесть за стол переговоров и там в тишине, в спокойствии обсуждать те вопросы. Кто что должен освободить. Или Россия, или Украина. Если этих шагов нет, читают, что они не хотят этих переговоров и разговоров. Хотелось бы спросить, вы сказали, от доллара отказываемся, да, в товарооборот? Нет, мы не отказываемся. Нас вынудили, прежде всего, этим путем идти. И я, когда нас вынудили, сказал, ну и ничего. Мы удовлетворены российским рублем. У нас огромный товарооборот с Российской Федерацией обеспечивает российский рубль. Особенно по газу, нефти, то мы давно, если вы помните, Россию предлагали. Давайте торговать за российский рубль. Нет, давайте за доллар. И мы вынуждены были, это доллар, чтобы заплатить за нефть, газ, зарабатывать неизвестно где. И потом платить за нефть, газ. Сегодня у нас удовлетворяет состояние расчета в российских рублях. Спасибо, что нашли.